Я учился, что эти пятнистые на русском языке называются бабочки. У нас другие бабочки, у нас другая пятнистая из наших бабочек. Они почти чёрные. У вас мелко-мелко в Европе, а у нас они прямо много-много-много. Я думал слово, слово бабочка, потому что у нас с этого рисунка называем бабочкой рисунок мой, потому что мы это называем трн. Не знаю, как называется, розы имеются на дереве шипы. Это так, у него мало выражений, короткий, но здесь должно быть чёрное пятно выше. Но крыла должны быть однаковые выражения, нужно смотреть. Потом я сейчас смотрю, а это я буду сделать, чтобы он мог бы снимать хорошо. И мне на руку. Сюда можно. Должно быть. Они, эти крыла, должны ехать на нижнюю челюсть, но середина нижней челюсти должна быть белая, так как здесь. Это хорошо. Они должны достигать нижнюю челюсть, но в середине должно быть белая. Вот так вот должно быть, да? Хорошо. Короткий этот шип должен быть так, высоко. Ещё 7 мм выше, хорошо закруглено. Головей. Судим. Вокруг глаз должны быть чёрные обводки. Не так страшные, они чуть линия нарушена этим белым. Скуловые пятна у него достаточно. Эта порода немецкий строкач на нашем. На немецком языке называется ризеншеке, обровитый великан строкач. Я думал, что в этих старых книгах русских я нашёл, что правильный окрас англичского рисунка называется бабочка. Я говорю, что вы бы могли на русском его называть будь бабочка-велика или немецкая бабочка-велика. Уши должны быть одноцветные, хорошо разграничены на лбе, без этих белых волос. Волос здесь, это не так плохо, здесь немножко назначено. Есть люди, которые знают взрослого кролика подготовить на выставку, не стрижить, выщипать. Это не плохо. А подкрасить. Не подкрасить. Это дисквалификация, вы обмануете его. Если выщипает несколько волос, это не обманывает. Он молодой, у всех великанов в этом возрасте такие мягковатые уши, если я его и держу. Но полоса должна быть, однако, широкая, прямая. Здесь немножко назначено, так неправильно. У немецкой бабочки допускается перерыв полосы, которую можно прикрыть ушами и хвостом. Здесь может допускаться, у мелких парод, средних и карликовых, недопускается перерыв этой полосы. Здесь может быть только, должна быть на хвосте, но если бы было здесь перерыв, можно ему закрыть. Допускается с немецкой бабочкой. Что у него плохо, на задней части корпуса должно быть самостоятельно, с 5 до 9 пятен, крупные, как большие деньги, такие. Но они сляты. Это дисквалификация. За это пятна огромные. На каждой стороне должно быть выше трех пятен. Это бы могло считать самостоятельно, но это страшно. Здесь, с этой стороны, похоже. Чуть, немножко, но очень-очень-очень крупные. Пятна на животе не судятся. Если бы у него на шоках при осмотре черные ногти, это допускается, но снимаются бали. У Далматино черные ногти плюс, потому что рисунок распространен под всем корпусом. Здесь должна быть передняя часть чистая. Снова просмотрим кролика. Здесь смотрю, это на зубы, глаза. Мне не помогала. Девушка не почистен. У этих должны быть все белые. Если есть некоторые черные, то снижаем бали. И в Екатеринбурге мне там помогала женщина. Она часто видела у кролика чуть выраженные третьи веки. Есть кролики. Французские бараны. Никогда бывают и великаны. Бельгийские великаны с выраженными третьими веками. Но есть кролик, очень боится. Он имеет такие глаза. И эти третьи веки. Она почти бы снимала бали за это каждому второму кролику. Но я попробую всегда кролика вначале. Успокоить его, чтобы он набрал свою такую силу. Когда он в хорошей стойке, он уже достаточно спокоен. Если в то время нет там выражений, эти третьи веки, их там нет. Нужно смотреть, есть породы. Недавно это появилось в Европе. Часто бывает у венских голубых, что эти уши такие твердые, толстые. И нет там прохода. Всегда, когда я его держу, так проконтролирую, если есть. Нашли мы это у малого серебра, у голландских кроликов и у венских часто бывает. Этот, мы называем звуковод, куда он слышит, это срослое, непроходное. Это деформация, анатомическая деформация, генетический пад. По-моему, это нужно все браковать. У венских голубых очень часто бывает, если имбридинг делается у венских голубых, бывает полидоктилия. Много пальцев на скакате. Пять-шесть пальцев на скакате бывает часто. В Германии очень часто они такие, очень любят имбридинг, использовать немцы. Так, этого кролика снов. Интересно то, что у немецких кроликов бывает прекрасная линия спины. На этот возраст, эту кондицию не так страшно выражены эти ветерные кости. И этот круг не так и страшный. В том возрасте поставить кролика часто тяжело. Есть породы, венская порода достаточно темпераментная. С ней можно быстрее поработать. С этим будет тяжело, но если бы было время, я бы его научил. Нет, только время. Я должен чувствовать эту его силу, что он не падает уже. Готов стоять. Да. Уже лучше, но еще не готов. Несколько опытов, но уши там... Сколько работает? Минута-две. Если вы два раза перед выставкой с этим поработаете, он на второй опыте мой уже будет реагировать. Он уже чувствует себя лучше. Уже не боится так. Так. Постепенно бы его научил. Хорошо. Но шерсть снова редкая. Я думаю, что в таком... Держите их на улице, нужно получить животных. Возраст плохой. Это детская. Да. Детская шерсть. Это не готов кролик. Но я думаю, что здесь климат для шерсти хороший. Когда будут на улице, нужно, чтобы им было сухо. Не дул такой прямый ветер. Неплохо, если придет выше минус градусов, минус 20 градусов, хватит какой-нибудь... Не пластику, не какой-нибудь... Такой материал, через который идет воздух, закрыть эти двери. Это все хорошо. Соломи там подослать. Кролик две недели выдержит и минус 20, 25, 30 градусов. Ну, сфор! Это уже чуть много, так низко, но... Нужно построить такое здание, что на это время сделать, закрыть это. Но не стекло, не пластиковым. Чтобы там кролик шал. Для здоровья нужен ему сухий, здоровый воздух. Че свежий воздух. Да, можете убрать. Что было непонятно или что вас еще интересует? Вот по пестрим. В интернете много информации, чтобы вы получить хороший рисунок, должны в случку черных, чисто черных пускать. Что если папа-мама с идеальным окрасом, будет очень мало идеального окраса. Это правда? Да, но свое молоко. Если вы скрещиваете. То есть чисто черных вот этих, то, что отходит. Так вам скажу. Для кролика этой породы интересно, прежде всего, рисунок. Но все породы должны быть по форме, по конституции, по шерсти, здоровыми. Если человек первый день видит рисунок, он делает всю жизнь протекцию этому кролику, потому что радуется, я его буду выставлять, и он по рисунку получит более баллов, чем этот сосед с большими пятнами. Вторая проблема, я говорил о том, если вы даете пару, двух хорошо рисованных кроликов, четвертая часть, мы их называем такими названиями. Этих человек, которые из зарна делают муку, как называется? Мукамо. Мукамо, мельник. Мы их называем на словацком, этот человек называется млинар. Они очень белые. Эти до возраста 4 месяцев погибают. Почти все. Если нет, так это не чистопородные. Но ничего. Четвертая часть спамета, в общем, бывает полностью цветная. У черных черная, у голубых голубая. Если вы даете в пару одного родителя полностью второго рисованного, половина помета рисована, никаких млинаров не будет, которые погибают или не растут, и половина будет полностью красной. Выгодность в том, что если человек всю жизнь, 20-30 лет, выбирает по окрасу, он чуть там не смотрит на абсолютно раскрытые глаза, на форму, на шерсть. Хорошо оставить себе несколько черных маток, у которых делаем селекцию по форме, по шерсти, по типу, потому что не знаем, какие они. Может быть у них генетика с такими пятнами. Может быть. Но у меня есть вторая линия селекции по этих общих качествах. И нет никакого брака для проживания. Понимаете, этих млинаров нет. Так делается, как есть люди, которые хотят иметь большой прогресс в рисунку, эти выбирают только рисованных кроликов. Но бывает в одном помете, есть и помет, удается с этим родителем, в одном помете, два, три штандартно рисованные кролики. Снова вяжете, а в другом помете ни одного. Я сейчас ему выбирал этих английских, английские бабочки с этой цеплообразной рисунком. Был у человека, у которого шесть самок, четыре самца. У четырех старых самок он вязал знову, как в прошлом году. У него от этих шестих самок уже было выше сорок молодняка. Два были на выставку. Говорю, с этих самих родителей в прошлом году было 15 для выставки. Это чисто лотерия. Но если я умно работаю с этим, лучше это видно на японском рисунке. Я с этим человеком, с ним ему очень тяжело что-нибудь поговорить. И у нас была эта европейская выставка. В Швейцарии есть их много и в Германии. И он мог покупать. Покупал и швейцарского самца чужой крови, покупал и германского. А у него часто бывало в его разведении почти все кролики имели левую сторону головы желтую и правую черную. И я ему говорю, выбирайте таких же самцов, чтобы не было наоборот укреплять, что всегда на этой скуле будет такое пятно. В одном сделал так, в другом так. Но первый год, когда он свои самки повязал этими чужими самцами, не получил ни одного выставочного кролика. Ни одного. Потом снова выбирал самки, похожие на своего отца. Отцом их вязал, уже что-нибудь выбрал. Но Конституция будет слабше, слабше. Но у этих кроликов с тяжелым рисунком нужно это делать. Например, в Чехии долго они использовали немецкую кровь в голландских кроликах с этой пушистой шерстью. Но потом начало время, когда уже эти кролики на выставках не успевали по качеству шерсти. Он привез себе из Швейцарии кролика, из Голландии кролика. Тоже первый год ничего не получилось. И потом... Но улучшили шерсть, была лучшая шерсть. Но когда скрещиваются разные линии у этих кроликов с рисунком все разборчится. Но потом нужно снова. А там очень близко. что лучший метод есть отцом повязать дочки, если этот отец хорошо прорисовал. Не можно сказать, что будет все хорошо. Отцом дочку можно разок повязать. Раз, да. Но уже два раза еще раз внучку там уже будут правильные. у других парод не советую. Так. Так. доставил. 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 Продолжение следует...